Жить в комфортной среде желает любой человек, но нередко бывает так, что территория жилого дома в ужасном состоянии или на ней ничего нет. Для исправления ситуации в Хабаровске сейчас действует множество механизмов. Тысяча дворов и другие федеральные программы, ТОСы и городские конкурсы. Как благоустроить свой двор, расскажет Максим Ванаков. Намного лучше стало, конечно. Раньше вообще ничего не было. Жильцы дома по переулку Облачному 64 создали ТОС в апреле 21-го. За неполный год выиграли два муниципальных гранта на благоустройство. По первому проекту заасфальтировали тропинки, установили тройной спортивный тренажер. По второму дополнили спортплощадку, поставили лавочки и урны из экологических материалов, высадили цветы в кашпо и сделали песочницу для детей. Оба проекта с учетом софинансирования обошлись в сумму свыше полутора миллионов рублей. – Однозначно, конечно, хорошо, что что-то меняется. Даже не то, что меняется, в большинстве своем даже появляется в том плане, что у нас кроме старой площадки вообще ничего не было. – На мой взгляд, действенный механизм, который реально помогает благоустроить территорию. То есть мы за неполный год действительно изменили двор. Конечно, здесь много еще работы, но он преобразился. Если посмотреть до фотографии, как это было и сейчас, но это, конечно, совсем разные дворы. Однако жители беспокоятся о внешнем облике не только своего двора, но и города в целом. Можно сказать, в подарок Хабаровску на пустом склоне возле своего дома высадили надписи с цветов. Также по проекту ТОСа. – Почему, собственно говоря, не подготовиться к 164-летию и не сделать здесь какую-нибудь благоустроенную надпись, высадив цветы. И вот посмотрели, здесь надпись Хабаровску 164, когда будет 165 мы поменяем и будет 165. – Как мы уже видим, все, что происходит на дворовых территориях, их благоустройство зависит от активности граждан. Сейчас предоставлено много возможностей для участия, получения каких-то денежных премий, грантов для того, чтобы благоустроить свои дворовые территории. Кроме ТОСа в Хабаровске есть множество других возможностей благоустроить территорию дома. По программам «Тысячи дворов на Дальнем Востоке» и «Комфортная городская среда». Ну а те дворы, которые жильцы благоустраивают не первый год, борются за звание лучших в городе. Например, на территории дома по адресу рабочих городок 14В за пять лет появились большие спортивные площадки, детские городки, скамейки и аллеи цветов. Сейчас двор заявлен в трех номинациях городского конкурса «Лучший двор» и «Лучший подъезд». Хотим участвовать почему? Потому что приятно жителям наших домов знать, что у них не просто благоустроенные хорошие дворы, а что они действительно достойные по городу. То есть я знаю, что многие тоже, естественно, гуляют где-то, что-то смотрят, что-то видят. И приятно осознавать, что наш двор, он не просто благоустроен для жильцов, а он еще и занимает какое-то место в городе, в крае. Призовой фонд конкурса – порядка полумиллиона рублей. Эту сумму разделят между собой победители восьми номинаций. Ну, когда мы получаем какие-то призы, мы вкладываем их в нашу же дворовую территорию. То есть у нас закупались столы для пинг-понга. И вот вчера вечером я сама лично проходила, видела, что там играют дети в пинг-понг. Я знаю, что мы закупаем сетки для ворот хоккейных и так далее. То есть мы запокупаем какой-то спортинвентарь. Поэтому это, конечно, помогает. Сейчас идет первый этап. «Лучшие дворы» определяют сначала по районам. Общий городской этап начнется с 21 августа. Здесь комиссия будет, допустим, оценена по таким критериям, как озеленение дворовой территории, это наличие клумб и газонов, сохранность зеленых насаждений, устройство детских, спортивных площадок, наличие элементов сохранности дворовой территории или безопасности. Итоги конкурса «Лучший двор и лучший подъезд» станут известны в сентябре. Максим Ванаков, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.